Шинный завод Continental Caluga, ушедший в простой 8 марта, возобновил производство на прошлой неделе. 19 апреля об этом сообщил головной офис немецкой компании во Франкфурте, причём с любопытной формулировкой. Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьёзными уголовными последствиями, если мы воздержимся от обслуживания местного спроса. В целях защиты наших сотрудников в России от судебного преследования, мы временно возобновляем производство легковых шин для местного рынка. О том, что завод вышел из простоя, во вторник сообщил и калужский губернатор Владислав Шапша. А теперь мы получили официальный комментарий и от самой фирмы Continental Caluga. Итак, компания продолжает отгружать и продавать шины российским покупателям. Производство запустили, чтобы пополнить запасы готовой продукции и удовлетворить спрос на первичном и вторичном рынках. Производственный план будет корректироваться в зависимости от потребностей российских автопроизводителей и дистрибьюторов, а также с учётом логистической ситуации, доступности сырья и иных объективных факторов, влияющих на производственный цикл. Итого, из иностранных брендов работают трое. Помимо Continental это фирмы Nokian и Pirelli. Покрышки Pirelli делают в Воронеже и Кирове. В марте итальянская компания пообещала остановить инвестиции в Россию и сократить производство до уровня, который окупал бы затраты на персонал и социальные выплаты. Но об остановке речь не шла. В целом российские площадки дают около 10% мирового производства Pirelli, а российский рынок — около 4% прибыли. А вот для Nokian Tires её завод в Ленинградской области важен критически. 60% продукции уходит на экспорт. Для финской компании российский рынок вообще крупнейший в мире. И по итогам прошлого года 82% из 20 миллионов шин Nokian были выпущены в России. Во Всеволожске сосредоточено производство легковых покрышек, тогда как резину для грузовиков и спецтехники делают в Финляндии и США. Что же касается завода Michelin в подмосковном Давыдове, то он продолжает простаивать. С середины марта отдыхает и ульяновский конвейер Bridgestone. Обе компании подтвердили канал Автоплюс, что изменений нет. Вместе с тем, пятый пакет санкций Евросоюза с запретом на въезд российским и белорусским грузовикам, запретом на заход российских судов в европейские порты сильно усложняют логистику. Та же Nokian примерно половину сырья получает из-за границы. Впрочем, особенностям грузоперевозок в новую эпоху мы посвятим отдельный выпуск новостей с колёс. Продолжение следует...